Привет! С вами снова я, Олег Карцев, белорусский давиоконструктор, который 21 год находится на мальдивских островах. Сегодня мы с вами проговорим про очередную самую ядовитую рыбу на земле, рыбу-камень, ближайшую родственницу черноморской скорпены. Узнаем, что же рыба такая, как она выглядит, как ее искать и даже как ее приготовить. Бородавчатка или рыба-камень. Морская хищная рыба семейства скорпеновых, иногда достигающая своих размеров до 40 сантиметров. Обитает на дне возле коралловых рифов и мимикрирует под камень или коралл. Мастер камуфляжа считается самой ядовитой рыбой мира. Кроме мальдив встречается по всему региону тропических вод Индийского и Тихого океана. Рыба-камень весьма малоподвижна. Обычно лежит, забившись между кораллами. Разглядеть ее практически невозможно, поэтому у акулангистов главное из правил ничего не трогать руками, в том числе и не хвататься за кораллы. Внешний вид бородавчатки несколько жутковат. Все тело покрыто наростами и гребнями, из-за которых она получила свое прозвище рыба-камень. Лишина чешуи, огромная голова. Глаза и рот маленькие, направленные вверх. Если рыба не спрячется в кораллы, она имеет возможность закапываться в песок. Зарывшись, она становится практически неразличимой на дне. Жертвой бородавчатки становятся мелкие рыбешки, креветки, моллюски, которые, не заметив хищника, приблизились на опасное расстояние от пасти. На одном и том же месте рыба может находиться часами. За аквалангистами рыба-камень сама не гоняется и пытается избежать каких-либо контактов с людьми. Колючие лучи спинного и боковых плавников выпускают токсин. Это наиболее опасная из известных ядовитых рыб. Ее яд причиняет сильнейшую боль, похожую на ожог кипятком с воздушным шоком, параличом и отмиранием тканей. При опасности бородавчатка поднимает колючки спинного плавника, острые и прочные. Они легко токает обувь и даже гидрокостюм своими ядовитыми иглами. При глубоком проникновении укол может стать смертельным для человека, если у него небольшая кровеносная система. К тому же, если ему не будет оказана медицинская помощь, может закончиться летальным исходом. В случае попадания яда вовнутрь, в зависимости от глубины проникновения, накладывают кровосстанавливающий жгут по страдавшему, который располагает между раной и ближайшим изгибом руки или ноги, в зависимости от места, которое было повреждено рыбой камнем. Если игла попала в крупный кровеносный сосуд, смерть может наступить через 2-3 часа. Выжившие могут болеть месяцами. Поскольку яд бородавчатки основан на белке, он может быть денатурирован прикладыванием очень горячего компресса к месту ранения и обработкой очень горячей водой, но только не кипятком, чтобы не свернулся белок ваш собственный. Считается, что это временная мера для уменьшения боли и шока. Медицинская помощь должна быть оказана как можно быстро. Самое страшное, что может произойти, это попавший в кровеносный сосуд колючка, а обломок шипа плавника, который в большинстве случаев приводит к смерти в течение часа-двух. Рыба-камень это очень сложная фото и видеомодель для подводных съемок. Сначала ее нужно еще постараться найти, а потом снять на камеру так, чтобы на изображении было возможно хоть что-то рассмотреть. Все-таки мастер камуфляжа. Но поскольку это рыба, ею кто-то питается. Блюда из мяса рыба-камня популярны в Китае и в Японии, где из него готовятся суши, называемые акозы. Кроме того, рыбу-камня умелые мастера умеют пожарить. Можно ее и отварить, сделав суп. Особенно хороший рамен или рыба-камень с лапшой под рюмочку теплого сакея. Субтитры создавал DimaTorzok ВПЕСА РАСЕО Настя Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Другой родственник рыбы камня встречается даже на Карибском море и повсеместно в южных водах. Это крылатка или рыба зебра или рыба лев. Это рыбка популярная у аквариумистов. Есть все подряд что найдет и не прячется все время на виду и очень даже красиво и грациозно. Дима Торзок В красивых заповедных местах. С вами был я Олег Карцев. Мальдивские острова. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно лайкайте. Всего хорошего. Приятных погружений. Не бойтесь ядовитых рыб.